Господин председатель, я благодарю Малайзию и всех соавторов проекта резолюции. Мы хотим поприветствовать министров, которые почтили нас своим присутствием. Мы глубоко сожалеем, что был отвергнут проект резолюции о создании международного трибунала для того, чтобы судить виновных в катастрофе рейса MH17. Франция с самого начала поддерживала эту важную инициативу. Создание такого трибунала способствовало бы борьбе с безнаказанностью, а ведь это один из приоритетов для Совета безопасности. Вот почему сегодня мы видим, что ставятся под сомнение основные мотивы действий нашего Совета, хотя в прошлом мы смогли выступить консенсусом по этому вопросу. Мы приняли резолюцию 21.66, 21 июля 2014 года. В этой резолюции Совет потребовал, чтобы те, кто виновен в этой трагедии, понесли ответственность. Резолюция 21.66 была принята единодушно Советом. Мы осудили это чудовищное преступление. Это было также важным шагом в установлении истины, определении тех, кто виновен в реализации правосудия. Положение этой резолюции никоим образом не ставится под сомнение из-за отклонения проекта резолюции. Сегодня нужно четко понимать, необходимо установить истину в том, что касается этой трагедии. Нужно, чтобы виновные понесли ответственность. Нужно, чтобы правосудие восторжествовало. Эти цели не исчезли. Расследование, которое ведет совместная следственная группа, которую поддерживает и ООН через ИКАО, и беспристрастность, которую признала ООН, это расследование должно продолжаться. Наш долг перед жертвами, которых мы никогда не забудем установить истину, шокирует то, что после этой катастрофы, когда погибли 298 гражданских лиц, наш Совет не может отреагировать на скорбь, на беспокойных целых стран, о чем свидетельствует присутствие среди нас сегодня многочисленных представителей правительств, пострадавших стран. Мы сожалеем, что Россия наложила свое вето. Господин председатель, сегодняшнее голосование – это серьезное поражение для нашего Совета. Мы должны были действовать, но мы не должны сложить руки. Это наш долг перед жертвами в этой трагедии. Мы должны установить истину. Мы должны отстаивать ценности ООН. Это должно нас объединить. Именно в этом духе мы готовы продолжать нашу работу, поддерживать международное расследование, с выводами которого мы ознакомимся в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо.